На девятый день после Пасхи верующие отмечают Радуницу, день поминовения усопших. За несколько дней до родительского дня на кладбище непривычно людно. Жители города собирают траву, красят, обводят стершиеся на памятниках имена родных и близких. Каждый старается не только почистить, но и украсить место, где покоятся родственники. К празднику у могил расцветают деревья, пестрят проснувшиеся весной цветы. Мы пришли навести порядок, как дома стараемся, так и здесь – почистить, побелить, покрасить. Надеемся, что мы будем живы и здоровы и дождемся праздника, встретим и проведем его как Пасху. В эти дни тараклейцы не просто наводят порядок, но и поминают близких людей. Холодные фотографии на памятниках напоминают о том времени, когда они были рядом. Здесь у меня похоронены отец и мать, дядя и тетя, двоюродная сестра. Тут все наши, я каждый год в эти дни прихожу сюда, чтобы навести порядок всем нашим близким. Мы их помним, всегда вспоминаем, молитвы всегда мы их читаем. Все свое дорогое отдали нам, а сейчас мы им обязаны отдать свое. Лидия Петел не смогла больше сказать ни слова. Вспоминать о родных, которых нет сейчас рядом, ей тяжело. А тем, кому тяжело физически, в это утро помогала Катя. 13-летняя девочка пришла вместе с мамой, но помощью лишь маме она не ограничилась. У школьников каникулы, поэтому свое свободное время Екатерина Люцканова решила посвятить полезной работе. Пришла для того, чтобы убрать могилы нашим близким, для того, чтобы было все как у людей, чтобы было красиво, что люди убирают для того, чтобы показать, как они любят своих близких, чтобы было красиво, чисто. Ну, я как бы помогаю собирать бабушкам мусор, для того, чтобы они как бы не мучились. Помогаем им выкидывать, чтобы не таскали тяжелые, чтобы жили дольше, чтобы ничего у них не болело. Наводить порядок на кладбище Тараклийцы будут до конца недели, а в понедельник на Радуницу. Здесь у могил, ушедших в мир иной, родственники зажгут свечу и вспомнят добрыми словами родных и близких людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!